Ну, квартиру ищи. В Оренбурге, где-нибудь. Хватит. Короче, зашли в квартиру, в дом. Короче, дом вора какого-то. Чё? Слушай, они открыли сейф, включён. Угу. На общую сумму мы посчитали где-то 5-200. Убери на место. Да не буду я убирать, я чё, дурак, что ли? У меня квартира целая в кармане лежит. Какой-то телевизор хочешь, LG или Samsung. Серёж, ты как его повезёшь в своём этом... Ну, там разберёмся. ...курузнике. Чё за бред? Ну, все, что ли, там по телевизору берёте? Там не только по телевизору, блядь. Там, короче, два типа взяли себе телеки размером с нашу кровать, блядь. А за это не наказывают? Это ж типа мародёрства, нет? Они, блядь, как нахуй. Сказать себе, как, блядь, дикошарые. Всё прут оттуда воно. Наши? Ну, конечно. Телевизоры, блядь. Нахуй не нужны. Телевизоры, мясорубки, блядь. Шурутовёрты, какие-то чемоданы, блядь. Ты чё, ещё и пылесос повезёшь? У нас есть. Я уже, я его уже упаковал. А я тут на колосаке гоняю, нахуй. Инди. Серьёзно? Мы их задержали, раздели догола, осмотрели всю одежду. Ну и потом принимается решение, отпускать их или нет. Потому что если их отпустить, они могут на всю позицию сдать. Ну и приняли решение просто в лесу застричь. В лесу застричь. Ну, конечно, застричь. Почему вы их в плен не взяли? Даже если мы их возьмём в плен, то их надо содержать, кормить. А у нас видов, ты не так мало, понимаешь? Весь лес, то есть вот там, где штаб этого дивизии стоит, там лес. Я туда просто зашёл, и там, короче, вот прям море трупов в гражданской одежде. Море. Я столько трупов в жизни не видел, нахуй. Просто пиздец. Там прям край этих трупов нет, прям не видно. Нам сказали, типа, что это... На то место, в которое мы приедем, там гражданских много ходит. И нам дали приказ убить каждого, кого видим. Нахрена. Ну, потому что они могут сдать нашу позицию и все дела. Вот так же и мы, походу, будем, нахуй. Всех гражданскими, которые мимо будут проходить, убежать и высох от нас. Я и так уже стал убийцей. Поэтому я не хочу ещё людей, которых ещё и в глаза видеть буду. Перед нами 400, короче, десантников было. Их, короче, спереди всех разъебали, нахуй. Танки горели, беттеры горели. Трупов этих украинцев сняли броню. У нас некоторые пацаны, они её себе забрали. Потому что у них броня натовская, она получше, чем наша. Среди ваших тоже есть потери, да? Только с моего полка, треть всего полка. Ух ты, как много-то. 60% полка нет уже. А то вот от моего полка Косомского уже никого нет. Короче, было 400 десантников, выжило всего 38, нам сказали. Потому что управление у нас просто вот, но убой отправляло солдат. Вань, гробы идут и идут к нам, одного с другим хороним. Это ужас какой-то. Я тебе предупреждаю, 100 человек примерно, 200. Не надо тут панику наводить ни на кого. Вот трупы валяются на дорогах, лидерные жители валяются. На дороге прям? Да. Всё спи, что выпито, блядь, что было алкоголь, все деньги забраты. А так, что тут все так делают, ты чё? Никто не сказал, что мы на войну едем. Нас предупредили, что мы едем за день. Мы ехали все сюда на учения на 2-3 дня. Братан, понятно, хули тебе передали. Нас наедали, как детей, нахуй. Я не знал, что получится, видишь, сказали, на учения едем. А эти тварины ничего не сказали. Да война, мам, это просто, это самое тупое решение нашего государства, я считаю. А ещё что говорит, когда он собрался-то, блядь, уже заканчивать это всё, хуйню, Путин, блядь. Он говорит, всё идёт по плану, всё идёт по срокам. Он просто ошибался крупно очень. Мы не можем взять Киев. Мы чисто деревня, деревня, всё. Они хотели тут нахрапом, а нахрапом-то не получилось. Они хотят людям в уши носать, типа, всё нормально, типа, никакой войны нет. Просто спецоперация, но на самом деле война. Сейчас.